Первый вопрос по поводу Китая. Какая финансовая система в Китае? Там тоже независимый центральный банк? Или почему юань не мировая резервная валюта? Китай такой большой рывок за последнее время. Спасибо. На второй вопрос очень просто ответить. Юань не резервная валюта, потому что в Китае еще нет ни одного авианосца. Удивительным делом эти между собой коррелируются величины. Чем больше у вас авианосцев, тем более резервная ваша валюта. А когда у вас нет авианосцев, ваша валюта почему-то не резервная. Экономисты этому парадоксу до сих пор объяснение дать не могут. Говорят, что связи здесь никакой нет. Абсолютно. Сами удивляются. Что такое вообще? Причем тут авианосцы? Но тем не менее, для нас очевидно, что хорошая резервная валюта должна быть как добро с хорошими кулаками. В сегодняшнем классическом геополитическом построенном мире хорошие кулаки это авианосные группы, которые плавают вокруг континентов и могут в нужный момент пострелять откуда. Япония не является отдельным игроком. Япония оккупированная территория Соединенными Штатами Америки. Где для удобства работы оккупационной администрации, языком, который Евгений Алексеевич Федоров употребляет, разрешено выпускать японским коллегам свою валюту. Вот и все. Япония закупает в огромных количествах американские долговые обязательства. Собственно говоря, Япония является вторым в мире покупателем долговых обязательств США. Спросите, а зачем? Зачем она покупает долговые обязательства США, если она сама может выпускать резервную валюту? Ну вообще никакой логики. Правда? Никакой. Если вы сами можете выпускать деньги у себя на кухне, зачем вы покупаете чужие деньги? Смысла никакого нет. А вот потому что поддерживать надо доллар в любом случае. Япония, она имеет колоссальный государственный долг и в общем она в очереди на банкротство первая. Плюс еще вот такие ситуации, как там случились с Фукусимой. Так что обратите внимание, японцы продолжают закупать американские облигации, несмотря на то, что у них есть куда деньги вкладывать. Восстановление, модернизация всех этих опасных производств и так далее. Они все покупают облигации. Поэтому у Японии никакого суверенитета нет. Американцы просто морковочкой перед ними машут. Это морковочка, что если вы будете себя хорошо вести, будете нашими союзниками, мы вам поможем у русских отобрать Курильские острова. Вот, собственно говоря, та морковочка какая. Ну еще может быть там кое-что китайское передадим. Потому что вот вы это прочитайте в моей книге. Я здесь несколько глав посвятил геополитике России в азиатском регионе. Остров Тайвань с конца 19 века по 1945 год был территорией Японии. Кто из нас об этом знает? Никто. Китайцы и японцы, естественно, знают. То есть около 50 лет это была японская территория. Япония проиграла войну и Тайвань вернулся под юрисдикцию Китая. Но недолго. Дальше там в Китае началась гражданская война. Туда убежал Чан Кайши в 1949 году. И там высадились американцы. То есть фактически оккупировали Тайвань в 1949 году. Поэтому они могут Японии пообещать и вернуть это. Могут пообещать пол Сахалина наших тоже. Потому что когда Витте подписал договор мирный с Японией по итогам войны 1905 года, то пол Сахалина с 1905 по 1945 принадлежали тоже Японии. То есть в истории можно найти все что угодно. Но мы-то с вами понимаем, что Сахалин это русская земля, что Курилы это русская земля. И никому мы отдавать ничего не собираемся. Не все так однозначно. И Китай, он очень осторожно двигается в сторону обретения все большего международного веса. Потому что никто не хочет получить от Америки по полной программе. Никто не хочет с этим вот разбойником столкнуться лицом к лицу. Все хотят в сторонку отойти, дать кому-то право первенства и так далее. Мы с Китаем блокируемся по многим вопросам. Но мы не единое целое. Никогда Китай не будет выступать за интересы России. Он всегда будет выступать за интересы Китая, которые совпадают с интересами России. Как только перестанут совпадать, Китай перестанет выступать вместе с нами. Ну это нормально. Обижаться тут собственно говоря нечего. Мир так устроен, что каждый за себя. Но по некоторым вопросам мы с китайцами можем блокироваться. И Китай наоборот держит курс юаня достаточно низким. Американцы требуют, чтобы он сделал юань более дорогим. Китай прекрасно понимает, что это приведет к проблемам с промышлением. Все этого не делает. Центральный банк Китая подчиняется коммунистической партии. То есть, понимаете, ведь да, он независим. Но если у вас на стадионе расстреливают коррупционеров, то мне кажется, с сотрудниками Центрального банка можно очень быстро договориться. Пара прямых трансляций со стадиона, и они будут очень сговорчивы. Потому что Вашингтон далеко, Гагский суд тоже далеко, а стадион рядом.